100 кабинетов в 50 школах города. Точки роста. Целевая модель цифровой образовательной среды внедряется в учреждениях города. Национальный проект образования открывает большие возможности перед школьниками. Сегодня об итогах реализации говорили на совещании в Самарской мэрии. По большей части национальных проектов город достиг плановых показателей. Все больше школьников получает возможность посещать кружки и секции в рамках дополнительного образования. Для детей дошкольного возраста создаются ясельные группы. На ремонтные работы направлено 74 миллиона рублей, на закупку оборудования 50 миллионов. Дополнительно было создано 2061 ясельное место. 1459 мест в результате проведения ремонтных работ и оснащения ясельных групп, 52 группы в 47 садах. И 602 места путем перепроферирования уже имеющихся групп. В школах искусств обновляются музыкальные инструменты. Новенькие виолончели, флейты, гитары и фортепиано поступили в 4 муниципальных учебных заведения. Закуплены новые экземпляры учебной и нотной литературы. В школе имени Дмитрия Кабалевского запланирован капитальный ремонт. По выполнению городской составляющей по национальному проекту культура, по этой же школе у нас в прошлом году был разработан проект капитального ремонта школы имени Кабалевского. Заявку мы сдаем в Министерстве культуры в этом году с пониманием того, что есть возможность получения денежных средств из федерального бюджета в 2022 году. Поддержку получают и муниципальные учреждения культуры. В этом году они выиграли гранты в общей сложности на рекордную сумму в 22 миллиона рублей. Грантовую помощь российского правительства получили духовой оркестр на проведение фестиваля и театр Самарской площади на постановку спектакля. Департамент культуры и молодежной политики является локомотивом волонтерского движения. В непростой год пандемии они смогли прийти на помощь тысячам пенсионеров. Все больше молодых людей начинают заниматься спортом, если изначально предполагалось, что этот показатель в 2020 году будет чуть больше 80%, реально оказалось 89%. А вот старшие поколения пока в отстающих. Их занятость физической культуры оценивается на уровне 40%. Эту ситуацию призван выровнять федеральный проект «Спорт. Норма жизни» и национального проекта «Демография», в рамках которого в Самаре открываются новые спорт-объекты и ремонтируются существующие. Наш самый главный проект в прошлый год – фехтование центра, который мы отремонтировали. Соответственно, средства нашего местного бюджета составили 2,429,000 рублей по этому году отбылся финансирование. И также были потрачены средства на авторский надзор, строй, контроль. Активно реализуются и другие национальные проекты – экология, жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги. По каждому из них есть соответствующие городские программы. А с этого года начинается еще один масштабный федеральный проект – «Десятилетие детства». Там очень много интересных мероприятий. На сегодняшний момент нам уже направили. Мы должны в муниципалитете также принять, в общем-то, план реализации вот этого большого плана. Там он касается разных направлений деятельности, и медицины, и образования, и органов реформирования, органов опеки. Олег Зверев, Василий Колдашев, Константин Головин. События.